17.31 уже на часах нашей студии, вторник, рабочая неделя в разгаре, три в квадрате, как всегда здесь, чтобы порадовать вас самым интересным из мира новостей региона и не только. Великолепный состав сегодня напротив меня, как школьники на экзамене, Пётр Болочев, Татьяна Елусова, ну и за режиссёрским пультом, конечно же, Евгения Жукова творить свою музыкально-звуковую магию. Меня зовут Дмитрий Рябов, всем ещё раз добрый вечер и сразу же, сразу же приглашаю вас присоединиться к нашему эфиру 450945. Это телефон для ваших звонков, не стесняйтесь, звоните, делитесь, что у вас происходит, что вас беспокоит, какую гирю вы сегодня взяли, чтобы вас не унесло ветром. Или две, в две руки. Ну, Тань, тебе худенькой две, мне можно и без. Спасибо. Ну и, конечно, пишите, пишите сообщения, смс, вайбер, ватсап, телеграм номер 1 8921 045 1045. С удовольствием тоже всё озвучим, всё прочитаем. Ну и понаблюдать за нами, за худенькой Татьяной, можно на сайте bigdefizradio.ru или в нашей группе ВКонтакте, которая так называется «Большое радио в Мурманске». Там видеотрансляция. Слушайте, не, ну кофе попить успел, не переживайте. Мне не обедать не повредит, это уж точно. Так, что, всё, формальности озвучили, комплименты раздали, давайте к новостям. И вот не хотел начинать, знаете, с каких-то глобальных историй и прочего, и прочего. Простое, житейское, житейское. Житейское, да, и новость, которая действительно вот подтвердила мои мысли. Действительно, я тоже на это обратил внимание. Значит, в чём суть? Один из пабликов в Телеграме сообщает, что опасную россыпь камней обнаружили на заполярной трассе. А именно на 12-13 километрах серебрянки. Нет, в том-то и дело, что это щебень, раскиданный. Да, и, как пишут авторы этого паблика, мелкий камень представляет опасность для проезда транспортных средств. Оставить после себя следы могли большегрузы, которые регулярно возят строительный материал с карьера на западный берег Кольского залива. И многие в комментариях подтверждают это. Я просто к чему? Я тоже обратил внимание, что вот как будто бы, может, так совпало, но последнее время с этих грузовиков сыпется. Постоянно что-то летит. Постоянно, ну и вообще некомфортно, когда по стеклу даже какие-то мелкие камушки прилетают. А в целом, когда он открытый, а большегрузы тоже умеют мчать больше сотни, страшно за ним ехать. Я с тобой согласна. Я недавно тоже, кстати, ехала по Серебрянке и тоже уперлась в такой транспорт. И очень некомфортно. То есть ты максимально отъезжаешь от него, ну и ждешь момента, где можно обогнать. Но вообще, когда ветер дует, это легко может произойти, конечно. И вот есть ли управа? Ну, право очень простая. Это форма оплаты таких водителей. Понимаете, засыпать побольше и ехать побыстрее, чтобы больше ходок сделать, чтобы больше денежки заработать. Вот, собственно. Ну, а не вариант ли такие насыпные грузы возить только в закрытых фургонах? Ну, вообще, по идее, мне кажется, так и должно быть. Дороже, понятное дело. И грузить сложнее еще, да? Вообще, у меня всегда ощущение, ну, когда вот я упираюсь в этот транспорт, да, еду сзади, а еще вот эти автомобили, ну, как правильно их назвать, которые перевозят автомобили. Автовозы. Автовозы, да. И кажется, что ты вот сразу попал в какой-то фильм пункт назначения, и что обязательно тебе сейчас вот эта волна щебня или автомобиль. Я пункт назначения вспоминаю, когда по Карелии едешь, там много лесовозов. Когда эти бревна, знаешь, чуть ли не просто какой-то тряпочкой замотаны там. Аналогично. Ну, вообще, мне кажется, да, небезопасно это все. Ну, относительно вот тех, кто щебень перевозит, понимаете, поскольку это не первый случай, вот, и подозреваю смутно, не последний, ну, надежда вся только на ГАИ, которые на этом участке там поставят машину, и если из машины сыпется груз, то я не автомобилист, но я абсолютно уверен, что есть какой-то пункт в ПДД о том, что если груз сыпется, значит, он ненадежно закреплен, и за это нужно штрафовать, ну, я не знаю, кого, водителя, владельца транспортной конторы, да. — Соглашусь. Если нас слушают уважаемые сотрудники ГАИ, обратите внимание, пожалуйста, действительно, автомобилисты возмущены, и, опять же, может быть, это вот мое мнение. — Это же безопасность дорожного движения. — Но есть ощущение, что этого стало больше. Вот как будто бы, ну, вот, я тоже недавно, буквально вот, последний месяц на это обращаю внимание. — А потому что ремонт дорог идет, наверное, Дим, по этому активно, да. — Ну, вообще лето, да, ремонтная пора, понятно, и строек у нас теперь много. — То есть из хорошего вытекает плохое. — Нет, ну, вообще не очень приятно по такой дороге проезжать. Во-первых, тебя может и занести, тебе может из-под твоих колес сзади идущему автомобилю прилететь. — Ну и в целом. — Ну да, как бы, ну, и вообще вопрос, то есть он ехал, видел, по-любому видел же, что у него там, ну, что-то потерялось сзади. Ну, надо было, наверное, как-то остановиться и собрать, прибрать с собой. — У нас есть звонок сразу же. Добрый вечер. — Да, да, здравствуйте. — Здравствуйте. — А вот по поводу вот этой последней темы, да, со чем мне вот высказаться хочу. — Так, так. — Постоянно езжу я по этой трассе, вот, и езжу постоянно по Печенской дороге, а там у нас очень-очень большой карьер, вот этот, который с щелленкой. Самый большой карьер считается за полярным кругом в мире, между прочим. Вот. И вот эти вот самосвалы, да, как вы правильно сказали, они там постоянно перегрузы возят, то есть с горкой насыпают, да, да, не то что с горкой, а просто с них сыпется, как, я не знаю, там, как вода из-под крана. И опасно очень ездить, вот именно за ним, да, вот опасно, потому что все-таки вот сейчас прилетит какой-нибудь камень, и камни, да, вот они сбрасывают острющие такие, прям вот, ну, думаешь, не дай бог кто-нибудь наедет. — Есть ли у вас какое-то вот решение, может быть, совет, как вести себя с ним? — Да есть, конечно, если вот они ездят, допустим, в пределах карьера, да пусть хоть в кабину себе насыпят этот камень, все равно. — Ну, мне кажется, по дорогам общего пользования, ну, я ГОСТов, конечно, там, я не знаю, но вот в здравой логике даже, не то что даже прикрывать, да, а мне кажется, вот просто такой цепучий груз, он не должен выступать за габариты кузова хотя бы, если ты едешь по трассе по дороге общего пользования. Вот это хотя бы какой-то минимум. — Ну, то есть ГАИ должно работать, так? — Ну, ГАИ, потом, кто у них, у них есть механик, есть инженер по технике безопасности, ну. — Ну, какой-то есть еще на стройках надзор. — Ну, да, и это все должно работать как-то вкупе, все вместе, ну, поэтому не работают. — Вам-то хоть не прилетало никогда? — Ну, нет, нет, такого, чтобы прям ущерб какой-то был, не прилетало, ну, бывало, бывало, какой-то камешек там отскочит, он. — Ну, на это уже внимания не обращаешь. — Ну, пусть так и будет дальше. — Спасибо, спасибо за ваше мнение, вот видите, подтверждают наши слушатели. 45-09-45, друзья, звоните, ну, а мы пойдем дальше. — По масштабным. — Да, к масштабным делам. — Собственно, сегодня у нас заседание морской коллегии в Москве прошло, и наш уважаемый губернатор Андрей Владимирович принял в нем участие. И мероприятие прошло под председательством помощника президента Николая Патрушева. Глава региона доложил о новых проектах развития в Кольском Заполярье. В их числе создание судостроительной верфи, проект, проект и необходимость расширения провозной способности Мурманского транспортного узла. Проект необходимость, не знаю, как так странно сформулировано, но тем не менее, да, соответственно, расширение Мурманского транспортного узла. — Мощнейшая цитата от губернатора. — Сегодня все участники морской коллегии отметили важность реализации таких проектов на территории Мурманской области. — Занавис. — Поделился губернатор. — То есть никто не был против? — Ну, естественно. — Перевожу на обычный язык. — Да, надо, делайте, пожалуйста. — Пыли станет на подоконниках больше. — Не факт. — Так. — Это ж про западный берег. — Ну, почему нет? — Слушайте, но транспортный узел окей, а вот судостроительная верфь, как вы смотрите? — Ну, мы не так давно обсуждали, вопросов много. Хотелось бы, конечно, посмотреть эскиз проекта, потому что где кадры, на каком месте. — Какие суда будут строить? — Ну, как я понимаю, строить-то должны... — Маломерные. — Нет, то, что, видимо, отказались строить корейцы, вот, так это огромный должен быть завод, его за два года не построишь. — Ну, вообще, он должен был хотя бы, наверное, как-то обозначить уже место, а я так понимаю, что и место непонятно, да, где будет вот верфь стоять. — Мне Андрей Владимирович не говорил. — Не говорил. — Дима, тебе не говорил? — Слушай, нет, не в курсе, не звонил, но на самом деле... — Он давно не звонил, в общем, никогда. — Чё-то давно не звонил. — Но, тем не менее, вот продолжаются разговоры, скажем так. Ждем, ждем дел. — Тут самый главный вопрос, да, мы на прошлой неделе, по-моему, да, тоже эту тему касались. Где кадры? Откуда? При той нехватке, которая сейчас есть на других, да, каких-то у нас предприятиях, где будут, откуда приглашать специалисты? — Слушай, на Белокаменке откуда кадры? — И оттуда же иностранные специалисты. — Со всей России, со всего мира. Это же вопрос денег, то есть если есть инвестиции, есть хорошие зарплаты, так народ потянется? — Нет, ну пойми, судостроение — это не фундамент заливать бетон, это специфические навыки, опыт обязательно. — Просто как часто бывает, мы проект замутим, а потом, ой, а людей-то не хватает. — Роботы, роботы будут. — Роботы? — Ну конечно, уже 21 век. — И зарплату за нас будут получать роботы. — В биткоинах. — В биткоинах. — Хорошо. С этим еще, ну как бы, предстоит подождать, видимо, с этими проектами, а вот... — Ждем подробностей. — Более конкретная история и, скажем так, больше про людей, про каждый день. Набережная в Коле и парк в Мончегорске получат федеральную поддержку. Ну заголовок тоже такой, да? То есть страдают, что ли? — Ну пресс-релиз. — Без поддержки никуда. Значит, три проекта из Мурманской области стали победителями девятого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Соответственно, федеральную поддержку теперь получат проект Мончегорска-жемчужина-Заполярье, благоустройство городского парка имени Бровцева и благоустройство Поморской набережной в городе Кола. Второй этап. То есть что-то будет там расширяться, улучшаться и так далее, и так далее. — Ну еще и третий проект. — И третий проект, да, в Полярных Зорях благоустройство общественной территории по улице Строителей. То есть выиграли три вот эти территории, три эти объекта, какие-то федеральные денежки. Какие, а самое главное, что там будет, пока что, опять же, не сажаются. — Я думаю, что там будет, я даже, кажется, видел проект просто по кримии Кольской набережной. Мне нравится слово благоустройство. Знаете, вот строить благо. Как говорил первый мэр Мурманска, быть добру. Вот иногда так берешь слово обычное, да, вот, проживешь его. — Мне нравится еще говорить не спасибо, а благодарю. — Ну тоже, да, хорошо. Вообще, Мочегурск достоин, мне кажется, стать победителем. Прекрасный парк, мне кажется. — Слушай, так вот я думаю, она так неплохо. — Светом были, этих белочек кормили. — Я к тому, что... — Нет, там есть места, которые требуют подремонтировать. У них очень хороший такой, ну, как спуск, да, с такой смотровой площадкой. Еще, мне кажется, советских времен. Вот, и она там такая, она требует ремонта. — Ну, а что, набережная Кола станет главной набережной у нас теперь? — Ну, нет, в Мурманске будет в Колье. — Согласен. Но пока пустовато. В целом-то неплохо. — Очень пустовато, я там была на выходных. — Но я к тому, что площадь огромная, и туда можно еще столько всего интересного установить, столько всего там сделать. Мне кажется, там простор богатый, мы ждем. — Да, очень пусто смотрится. И продувается, и говорили же, что нужно там тоже какие-то кусты досадить, чтобы хотя бы как-то... — А по мне, там какую-то прикольную можно концертную площадку сделать. — А, ну вот, кстати. — Ну, красиво. — И чтобы ветер дул в рот солиста. — Слушайте, ну, ветер везде дует. Вот, вон, достаточно вспомнить фестиваль в Никеле, который в минувшее воскресенье прошел, когда там сдувало все, и в итоге крематорий выступал не на главной площадке, а на совсем маленькой. Для тех пары сотен самых крепких и смелых, кто не уехал. — Кстати, я отметила, там же было до 25 метров в секунду, и плюс еще и дождь. — То есть вы тоже побывали в Нью-Йорке? — Нет, я не поехала, я побоялась. Да, я посмотрела прогнозы и не стала. Вот, но молодцы артисты, ну, правда, не сказали, что вот мы сахарные развалимся и отказываемся. — Слушай, ну, это аванс возвращать. — Рокеры старой закалки. — Ну, молодцы, ну, класс. Ну, наверняка, атмосфера такая тоже была своеобразная, но все равно круто. — Ну, такая выживательская. — А вы говорите, белочек видели, да? — Белочек видела. — А вы, слушайте, я сделал, вы, Банчегорский, вот, я внимательно слушаю Татьяну. Я вот открытие сделал. Вы знаете, оказывается, белочки не едят кэшью. — Так. — Вот длюсь этим важнейшим фактом, чтобы вы были в курсе. — Это наши, российские не едят их западный кэшью, а французские наверняка точат. — Ну, по крайней мере, на беличьем вот хвосте этого, где гуляют. — Они сейчас вообще очень стали, вы знаете, избирательные. — Греческие орехи едят, а кэшью нет. — Очень избирательные стали, белки закормленные. — Связано ли это с глобальным потеплением? — Да нет, я думаю, действительно, вот как Таня правильно говорит, что это уже конец лета, народу много, у всех есть какой-нибудь кэшью или другой орех, и просто отожрались уже. — Идите вы со своими кэшью. — Дупла свои забили под завязку, так сказать, перед зимой. И вот уже как бы спокойненько. — Не, ну классно, классно. Мочегорск. — Ждем, ждем. — Я тоже, я только за какие-то гулятельные пространства, да, за какое-то вот такое благоустройство, как ты говоришь. — Гулятельные пространства. Нет бы по-русски сказать гульбище. — А в Полярных Зорях какой прекрасный парк. — Ну вообще, ну прям здорово. — Вы вся сегодня на позитиве. — Подождите, еще не вечер. — Страшно сидеть рядом. — Еще не вечер сейчас. — Ну что, давайте вам такой спорный проектик в кино. Еще один проект, проект, не знаю. На ЖД вокзале Мурманска до конца года появятся пандусы. — А что спорного? — Ну история интересная. Смотрите, жительница Мурманской области пожаловалась на странице Андрея Чибиса на то, что отсутствуют пандусы на ЖД вокзале. И, соответственно, маломобильным гражданам приходится непросто. На второй путь к поезда можно добраться только по лестнице и приходится тащить инвалидную коляску. В Минтрансе региона отреагировали, отметив, что пандусы появятся на вокзале к концу этого года. Но какие пандусы? На минуточку. Сейчас руководством Северо-Западной региональной дирекции железнодорожных вокзалов принято решение оборудовать лестничные марши, ведущие на первую пассажирскую платформу пандусами для багажа. Просили для колясок на вторую платформу. Вот именно. Они такие, ну, пандусы какие есть. На первую и для багажа, пожалуйста. Алло, РЖД, ну вы и так там удивляете. Слушайте, это напоминает просто классику. Вчера были большие, но по 5, а сегодня маленькие, но по 3. Да, то есть как будто надо как-то реагировать. Вот пандусы. И никто не заметит, что не те пандусы, что ли, или что. Ну, не знаю. Ну, у них аргумент, понимаешь ли? Я не могу объяснить. Здание вокзала построено в 54-м году. И тогда были строительные нормы и правила, по которым не обязательно было никакие пандусы ставить. Но вот сейчас все поменялось. 70 лет прошло. Пандус для багажа на первую платформу можно было сделать и 30 лет назад. Это вообще не проблема. Согласен. А вот как по этому переходу на вторую платформу и как потом спускаться на коляске, длинная лестница на коляске, я плохо себе представляю. Никогда не задумывался об этом. Как во многих зданиях специальных. Подземные переходы в некоторых городах есть. На вторую платформу не поверху, а по низу. Понятно, что это не дешевое удовольствие, но лифты у нас и на подъездах ставят иногда ради одного человека, чтобы у специального сотрудника, как вот в аэропортах, был какой-то ключ, и он встречал такого маломобильного человека, пассажира, не провожал его. Да, и кнопочка висит для вызова сотрудника, да? Да. Чтобы помочь. То есть... Если этот лифт будет, то можно заранее позвонить. Да, ну вот как в аэропорту. То есть есть же такая услуга в любом современном аэропорту. Причем на этапе шлакбал. На этапе шлакбал. Ты звонишь, говоришь, вот маломобильный пассажир, будьте добры, они тебя встречают либо у такси, либо там на въезде, и провожают прямо до гейта, со всем помогают, и так далее, и так далее. Я была недавно на территории аэропорта внутри, и я прям видела, как этот автомобиль специальный как раз курсировал, то есть, да, все работает. Это-то да, это часто видно, но здесь просто... Я к тому, что вот еще не совсем утих этот скандал и разборки с парковкой перед вокзалом на площади, да? Но вроде как народ так попривык, там парковку какую-то открыли, да, как-то вопрос решили. Ну теперь пандусы выясняются. Ну просто сам юмор ситуации. А я невнимательно прочитал. Ты когда сказала вот мне одна ночь, думаю, что он там увидел ни одна ночь, все же хорошо. Вот, Петр, на то и был расчет. Попросили пандусы, найти пандусы. Какие, ну... Только ни те, ни там. Не расслышали. Да. Ну что всегда вовремя, к месту, там, где надо, и для тех, где надо, и о том, что надо, это, конечно же, реклама на большом радио. Три в квадрате, лучшее радиошоу по версии наших мам. Продолжается наш эфир. Звоните 45-09-45. И пишите нам 8-9-2-1-0-45-10-45. Идем дальше. Начали про путешествия. Пандусы на ЖД-вокзале Мурманска обсудили. Любопытная статистика. Значит, любопытный опрос, что россияне чаще всего забывают в путешествиях. Вначале вас, прошу, были случаи какие-то? Да, наушники дорогие оставила. Вернула потом? Нет. Не нашли. Вот. У меня почему-то это вечная история с зубными щетками и со станками для бритья. Вот. У меня зарядки для телефона. Ага. Зарядки для телефона. Но поскольку я последние, так, наверное, лет 15-20, нет, не 20 я загнул, но 15-то, да, у друзей в Санкт-Петербурге останавливались у одних и тех же, то я просто приезжаю, у меня зарядок становится больше уже. То есть я какую-то из них оставляю безболезненно. Музей зарядок Петроболыча. Они их хранят. Что значит россияне ответили? Оказывается, на первом месте одежда и обувь. Каждый десятый участник опроса что-то где-то оставляет из одежды и обуви. Это специально, знаешь? Я думаю, это участницы, потому что вот... Участницы? Да. Ну-ка-ну-ка. Ежели мужчина едет там, допустим, в командировку или даже в отпуск, много ли вы с собой, Дмитрий, берете обуви? Одна обувь на ногах и какие-нибудь там сланцы для посещения пляжа. Все? Ну, плюс-минус так. Ну, так что мы можем оставить? Ничего. Такой сексизм, такой туристический. А вот женщина, она с собой берет платье такое, платье сякое, платье для пряги, платье для бабок. Вот купальников опять же вот пять. И в итоге не мудрено, если один из них сохнет, его и оставить туркам на память. Ну ладно, это хорошая примета, чтобы вернуться. Вот, значит, на втором месте средства ухода косметика и духи. Забывают 8,6%. Ну, я на самом деле скажу так, иногда просто оставляешь специально. Ну, то есть, понимаешь, такой, да все, я эту футболку уже носить не буду. Вот я только хотела сказать, что... Или там мне вот эти 20 грамм шампуня забирать. Футболка – это одежда. Вот приходится, я не знаю, как сейчас, но вот несколько лет назад, когда только вводили жесткие правила, приходилось оставлять на месте пребывания пену для бритья, потому что нельзя. Баллон под давление. Нельзя, нельзя. Вот, на третьем месте техника, телефон, фотоаппарат, но это реже, наверное, и зарядные устройства. 6,18%. Округляй. Да, также в топе примерно по 5% еда и напитки. Действительно. Странно уже. Нет, ну это если ты с собой вот бутики в дорогу сделал, да, и вполне их можно забыть. Ну или не доел какие-нибудь персики на юге. Ну куда их там уже повезешь? Лекарства, украшения и домашние тапочки. Замыкают рейтинг забытых вещей, деньги и банковские карты, рюкзаки, сумки и чемоданы, кипятильник, одеяло, а также документы. Ну, из всего списка самое обидное, конечно, документы. Нет, тут самое смешное, самое смешное, наверное, это все-таки вот то, что идет по практически последним пунктам. Почти 2% участников забывали в путешествии ключи от своего дома. То есть приезжаешь домой, опа. О ключи нет. А вы знаете, что делаем на такие случаи? У нас у друзей, у двух друзей есть дупликаты ключей. Это очень хорошая штука. Ну да, мало ли чего, чемодан у тебя не прилетел, или сумку потерял, или украли, или еще что-то. Ну да, или ты находишься в поездке, и что-то нужно проникнуть. Это просто разумная мера предосторожности. Я когда еду, у меня на этот счет простой лайфхак. Какой-нибудь маленький кармашек где-нибудь в глубине, в который ты никогда не залезешь. То есть закрыл квартиру, убрал туда ключи и до возвращения забыл про них. Зачем их там доставать? Ой, слушайте, я историю могу рассказать про забытые. Только это не в отпуске забытые, а из-за отпуска. И не вещь, а человек. Нет, вещи много. Начало 90-х мой знакомец ходил в море. Ну, естественно, там в рейсах купил себе большой телевизор, видеоманитафон, стереосистему и тому подобное. Ну, он пришел из отпуска, то есть, наоборот, из рейса пришел. И они собрались с женой в отпуск. И, ну, начало 90-х, время такое сложное. Они решили, на всякий случай, технику эту отдать знакомым. Так. На время отпуска. На хранение. Ну да. Если квартиру подломят, то особо ценные не унесут. Так. Ну, уезжая в отпуск, они, так сказать, сильно отметили это дело. В отпуске тоже, в общем-то, не целибатничали. В итоге они, когда из отпуска приехали, не забыли, кому они технику оставили. Как-то. Ну, вот так. А не объявился человек? А те тоже забыли, видимо, откуда она у них. А те порадовались, забыли, ну и... Ну и да. Ну и хорошо. Вот так вот. Друзья, будьте внимательны. Кстати, 15% ничего никогда в отпуске не забывали. Это они говорят, они забыли, что не забывали. А, вот к чему, да. Ну, может быть. Ладно, двинемся дальше. И 1 сентября у нас на носу. Вот какая новость. Родители жалуются на сложности с зачислением в 10 классы. Сразу в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10 класс. Ученики не смогли сдать внутренний экзамен для поступления в профильные классы. В общеобразовательных школах мест просто не осталось. Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, который дал школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все 10 классы. Вы знаете, мы за последние две недели уже дважды эту тему обсуждали. Поясните мне, Петр, вот я как-то выпал, видимо. А что за беспредел? То есть везде жесткие стандарты, везде контроль, миллионы отчетов и прочее. А насчет 10 классов вот такое самоуправство, что ли, допустимо? Вот тут ситуация не очень понятная, потому что первые публикации на эту тему, они пришли из, как говорят москвичи, из регионов. А вот тут вот уже дело докатилось и до Москвы. И по первости чиновники, которым обращались за комментарием по ситуации, говорят, что это незаконно, так делать нельзя, не должно быть никаких вот переводных экзаменов внутри одного учебного заведения. А вот теперь, это же текст из «Коммерсанта», и там они взяли комментарии и говорят, что якобы вот с 1 сентября этого года, вот точнее прошлого года, начал действовать какой-то федеральный образовательный стандарт третьего поколения. И вот по нему предусматривается вроде как то, что и раньше было профильные классы, и классы, которые раньше называли универсальными, а теперь почему-то стали называть их общеобразовательными. Так у нас школы все общеобразовательные, даже если они профильные, допустим, с математическим уклоном, она все равно... Общеобразовательная в общеобразовательную. Средняя общеобразовательная школа. Вот это вот путаница в терминах, короче, вроде как по действующим правилам школы имеют право вводить профильные классы с углубленным изучением двух предметов. И даже расписано, какая есть специализация. Это классы, естественно, научные, социально-экономические, технологические и гуманитарные. Ну, как будто бы охватывает вообще все. Ну, я бы не сказал. Хотя, смотря какой предмет, куда отнести. И должны быть классы вот эти вот то ли универсальные, то ли общеобразовательные. И школы, многие, которые считают себя элитными школами, они универсальных классов не создают, а для профильных классов вот у нас... Отбор. Ну, они ОГЭ же сдают после девятого класса. То есть просто сократили количество десятых классов, получается? Ты мало набрал баллов на ОГЭ, и поэтому иди-ка ты, парень, в то, что раньше называлось ПТУ. А еще раньше называлось ремеслуха. А универсального класса у нас нет? Да, у нас только для умных. А ты вот недостаточно умный. Объясняют это следующим, что у нас эффективность работы школы и педагогов, и директора, что немаловажно, определяется тем, какой средний балл у выпускников школы по ЕГЭ. И, соответственно, школы стараются отсеять тех, кто по ОГЭ получил недостаточно высокий балл, исходя из того, что на ЕГЭ они еще меньше получат. И раз у школы упадут показатели, то это премии, это карьерный рост. Ну, понятно. И тому подобное. Все борются за цифры. Да. А обычных детей и забывают. Ну, обычных. Которые всесторонние, развиты по чуть-чуть. А не заточены на какой-то один предмет. Ну, в любом случае, генпрокуратура сообщила, что проинформировала министр просвещения Сергея Кравцова о сложившейся ситуации, а Минпросвещения пока что не ответили на запрос коммерсанта. Так что ждем. Видимо, какие-то новости еще прилетят. Оттуда... Я представляю, какие там бурления происходят и в Минпросе, и в школах, и во всякого рода элитных гимназиях, лицеях и академиях. Ну да, если раньше же у нас не было особо проблем, что вот закончишь 11 класс, и все бурления начинались на уровне поступления. То сейчас уже и в детский сад надо в особо там место выбивать, и чуть ли не экзамены сдавать. А в первый класс. И в 11 класс, и в 10 класс надо, и в первый класс тоже какие-то... Во всех гимназиях собеседования и еще что-то такое. И тут вспоминается анекдот «быль». Так. Когда родители при зачислении ребенка спрашивают, а что вы можете сделать для школы? А родители отвечают, ну так я работаю в прокуратуре, могу бесплатно проверку провести. Да, ну ничего, скоро отменят этот ЕГЭ. Слухи такие ходили же, чёрт. Ой, ну и вернется это всё к контактам за получение хорошей оценки на экзамене. Как в фильме Спилберга, да? Потусторонние контакты третьей степени. Назовем это так. Совершенно потусторонние контакты. Ну что, дальше пойдем. И после школы, вуза у нас следует карьера. И несколько новостей оттуда. Значит, новость печальная. Выясняется, что каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на рабочем месте. Причем женщины сталкиваются с этим гораздо чаще, чем мужчины. Но они не сталкиваются оплачивать чаще, чем мужчины. Ну понятно, да. Сразу третий россиян признался, что хотя бы однажды не сдерживали слезы на работе. Из них 15% делали это неоднократно по разным причинам. 13% плакали из-за профессиональных сложностей, таких как напряженные проекты, трудные клиенты или конфликты в коллективе. А 5% из-за проблем в личной жизни. Особенно выделяются представители профессий, связанных с общением с людьми. Такие как менеджеры по работе с клиентами, учителя и продавцы. Однако большинство участников опроса, 58%, все же удерживались от слез на работе. Ну смотрите, учителя и продавцы, что скрывать, в основном это женщины. Продолжается сексистская красная идея. Нет, я тут вообще не буду спорить. Да я сочиную понятную. На самом деле так, и среди менеджеров по продажам тоже много женщин. Ну очевидно, женщины все-таки... Когда ты сталкиваешься с большим количеством людей... Не могут дать отпор. И к учителям, и к продавцам претензий очень много. Причем обычно это конфликты между женщинами и женщинами. Когда мамаша приходит к учителю, а почему у моего Васи там вот не 5, а 3? Ну там и папаша бывает на самом деле. Сейчас вообще такой тренд, что учитель во всем виноват. В целом, мне кажется, да, во многом действительно это объяснимо тем, что мы воспринимаем некоторые профессии как, ну скажем так, обслуживающий персонал, как что-то такое вот только... Не мы. Отдельные люди. Ну да. Отдельные, но многочисленные. В целом в обществе есть такой тренд, что, мол, официантка это вот кто-то такой, знаете, ну вот как-то там обслуга, эй, мальчик там или девочка, иди сюда, и так далее, и так далее. И разница для таких людей между официантом и учителем очень небольшая. Да, да, к сожалению, и хотя вот на самом деле, мне кажется, с этим надо бороться, и я очень радуюсь, знаете, когда иногда вот, ну изредка, например, официанта, встречаешь или официантку, во-первых, не из студентов, то есть у человека не просто заученные фразы уже в глазах, а какой-то, знаешь, вот... Вовлеченность. Вовлеченность, ты как-то наравне, человек себя подает так, и это совершенно правильно. Понятно, что на сфере услуг не так много лет, как условно в той же Европе, да, где уже сто лет это все развивается, и стандарты растут и так далее. Ну ладно, что значит не так много лет? Ну... Ты Гелировского главу о трактирах московских читал? Ну, потом-то это забыли, все-таки советский общепит это несколько другое, там ни про какие стандарты вспоминать не стоит. Это такие книги можно писать про советский общепит. Да, кино снято, вон этот, вокзал для двоих, да? Да, и ничего кроме мороженого в мороженое, пожалуйста, не кладите, да-да-да. А это откуда? Вот вокзал на двоих, да, когда они заказывают, там сидят Гурченко и Басилашвили. Да, она просит, уточните, что для меня... Ё-моё, что сейчас произошло в эфире, ты понимаешь? А что? В советском фильме Таня что-то помнит, а Пётр, мудрость вселенной, что-то не помнит в советском фильме. Ну, ты же такая... Я в шоке. Ну, Таня сказала, я вспомню. Революция в эфире какая-то у нас, честное слово. Слушайте, ну, вообще нужно, да, как этот Баранкин, будь человеком, вообще нужно очень вежливо, вежливость города берёт, я считаю. Нужно быть вот внутренним, как, ну, это воспитание, наверное. Мне понравилось... Я всегда с кондукторами здороваюсь, кстати. Захожу в троллейбусе, здравствуйте, пожалуйста, спасибо. Хорошо, но плакал на работе? Естественно, конечно. Почему естественно? Но они же женщины. Ну, да, ну, я согласна тут, что это, скорее всего, да, то есть больше женщины, конечно, плачут. Я тебе скажу, я тоже... Ну, это несправедливость какой-то, но объективно было несправедливо. Вот, два раза, один раз... Утюб уронили? Ну, поверь мне, сейчас ты не обрадуешься, что смеялся. Когда мой отец умер, позвонили редактору, он меня вызвал... Я плакал на работе, меня вызвал редактор, сказал, что у тебя умер отец. Нет, если такие, то это же совсем другое, ну, конечно. Это входит в те пять процентов, которые плакали на работе из-за проблем в личной жизни. Я думаю, что смерть отца — это проблема в личной жизни. Ну, если так, я-то имею в виду вот больше вот именно все-таки какие-то, ну, рабочие конфликты, то, что называется. Когда допекли либо клиенты, либо коллеги, либо начальство. Курск помните? Помним. Ну, вот Лев Федосеев, я тогда работал в «Маронском лесенке», он на кораблике выходил с... Когда еще его не подняли, выходил с родственниками погибших в море, чтобы венки... И он сделал репортаж, фоторепортаж. И мне нужно было к нему написать текст. Вот я закрылся в своем кабинете, я не стесняюсь, я рыдал в сопле и писал. Ну, написал хорошо, как мне кажется. Я вогнал себя в соответствующее настроение благодаря фотографиям Льва. Вот, и... Журналисты, мне кажется, у многих так. Я тоже вспоминаю, там, особенно первые, знаешь, годы работы, там, когда ты выезжаешь именно корреспондентом на место, и первые какие-то вот смертельные аварии, первые визиты в больницы, в хосписы и так далее, и так далее. И, ну, как будто бы привыкнуть невозможно, но все равно воспитывает долю какого-то цинизма, что ли, я не знаю, в организме. Ну что, давайте что-то как-то мы загрустили совсем. Давайте позитив. Новости сферы тоже работы и карьера. Но позитивная, пришла к нам из Австралии. Вот австралийцам в этом смысле хорошо. То, о чем я мечтаю всю свою сознательную жизнь, когда начал самый трудовой путь, чтобы вышел с работы и забыл про нее. Не получается. Не тот я, видимо, человек. Но вот австралийцам разрешили игнорировать начальство по вечерам и на выходных. Никакие звонки, сообщения и письма после окончания рабочего дня не должны волновать сотрудников. Соответствующий закон был одобрен федеральным парламентом страны и вступил в силу в понедельник. По-моему, в Норвегии или Финляндии тоже есть такой принцип. Я не знаю насчет Норвегии или Финляндии, но помню, что где-то примерно два года назад мы обсуждали новость о том, что в Португалии приняли закон о запрете беспокоить сотрудников вне рабочего времени. Но там португальцы пошли дальше, чем австралийцы. Там штраф 5000 евро. Вот это очень правильно. Но я думаю, здесь если запрет есть, то какое-то заявонарушение наказания тоже должно быть. По крайней мере, в этом тексте ничего не сказано. И тут есть одна такая деталька немаловажная, за которую многие могут зацепиться. То есть запрещено отправлять электронные письма этим законам, смски всякие, звонки. Все это запрещается. Но работодатель может потребовать от сотрудника оставаться на связи при возникновении чрезвычайных ситуаций. А что определить как чрезвычайную ситуацию? Это уж каждый... У нас вот кран прорвало на работе. Вот ты, правда, не сантехник, но вот я тебе звоню, чтобы ты принял меры. И вторая ситуация. Если его, этого работника, перевели на позицию, предусматривающую ненормированный рабочий день. О-о-о! Ну, тут, во-первых, перевод с английского на русский. Вот. И в каждой системе законодательной своё, своя трактовка, понятие, что такое ненормированный рабочий день. Вот я, например, в своё время для меня было открыто, что ненормированный, это не значит, что ты должен работать 12 часов. Это значит, что ты работаешь свои 8 часов 15 минут. Но реагировать обязаны всегда. Нет. Просто сдвинуть можно. Вот, допустим, ты работаешь с 9 до 18-15, но тебя могут попросить выйти в 8, но тогда ты уйдёшь в 17-15. Мне тоже всегда казалось, что это... Вот это и есть ненормированный рабочий день. Всегда должен быть на связи. А когда лишнее, это переработки уже, которые должны оплачиваться там по дренаму. А у нас работатели очень любят... Ну, у вас же ненормированный рабочий день. Особенно чатики вот эти вот 24 на 7. Давайте вот поработай. Есть. Ну, нет, не про меня, но... Ну, а как вот журналистам не анализировать эту информацию поступающих? Вот я только хотела сказать, что это не... Не думать о каких-то сюжетах, не смотреть по сторонам, когда ты в городе, и не думать над темами. Ну, невозможно, что выключаться вообще. Что этот закон к журналистике вообще не применим. У меня был случай в 93-м году, люблю о нём вспоминать. Семья в отпуске, сижу дома, смотрю по видео «Смертельное оружие». В фильме прекращают стрелять, а я слышу выстрелы. Я подхожу к окну и вижу, как, значит, пронеси меня, Господи, подрезают белую «Тойоту Королла», как сейчас помню. Оттуда вытаскивают пьяного водителя. Он на капот посадил, ну, преследовавшего его милиционера. А второй милиционер стрелял по этой машине, представляете? Вот это боевик. Я взял диктофон, блокнот, сбежал, нашёл пулю, между прочим. Вот, приехали уже специально обученные люди, я эту пульку отдал, дабы она не потерялась. Вот, репортаж с доставкой на дом. Круто. Не, ну такое бывает, да, действительно, и плюс в редакциях же ещё, как правило, кто-то условно дежурный, если совсем что-то большое произойдёт в ночи, то оставляют же кого-то, просят там, будь на связи, там, телефон не выключается. Ну, есть же у них, да, вечерние, утренние смены, да, это в каких-то федеральных больших. Да, друзья, пишите, как у вас, устали ли вы от переработок, от ненормированных рабочих дней и так далее, и так далее. Как у вас с этим, часто ли вы плачете на работе, или наоборот, как вот три в квадрате с весёлым настроением залетаете в эфир. Сейчас как взреднём. Но, судя по статистике, взредну. Только не в мою смену. Поэтому предлагаю идти дальше. У нас следующая мини-рубрика, я назвал её «Жулики короткой строкой». Очередная подборка мошенников, преступлений и наказаний на финансовой, и не только почве. Начнём с мурманских. С каких-то скромных шести миллионов рублей. Значит, в Печенском округе 38-летняя мадам на одном из сайтов познакомилась с мужчиной. Видимо, хотела большой чистой любви, но попалась. Но больше захотела денег. Ну, тот ей начал рассказывать про то, какой он финансово успешный, какой он молодец. Естественно, она наверняка поинтересовалась, откуда денежки-то. И он ей рассказал, что надо вкладывать, надо инвестировать. И якобы доход можно получить через инвестиции в драгметаллы. Пять месяцев товарищ и его подельники упорно ей впаривали всякие истории. И даже предоставили, видимо, специально накрученный сайт или счёт, где потихонечку её деньги росли. Якобы подрастало её состояние. Ну и в какой-то момент она в очередной раз попыталась зайти на этот счёт. Она его пополняла, она набрала кредитов. В какой-то момент пыталась зайти на этот счёт, не смогла, да и знакомец пропал. Собственно, на этом вся история. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Вот за пять месяцев, шесть миллионов, она и перевела этим аферистам. Кошмар. Такой вот инвестор из Печенского округа. Ну он наверняка не из Печенского округа. Я про девушку. А, точно. Просто, ну какой-то феминитив инвесторша. Хотя, может быть, да. Ну тогда уж инвесториня. Да, инвесторесса. О, инвесторесса. Инвестунья. Ну вот вы сейчас уже что-то совсем разогнали. Не, ну... Мы же филологи. В общем, друзья, даже... Большая печаль, да, что в очередной раз кто-то попадается на таких... Нет, ну 38 лет еще не все потеряно. Ну ты понимаешь, что уже никакой веры в любовь и так далее. То есть никому верить нельзя. Везде ищий подвох, что тебя обманут. Почему? Доверяй, ну проверяй. Обнишурят. Надо чек-лист составить. То есть в первую неделю знакомства он предлагает тебе вложить деньги, предлагает там помочь другу, там еще что-то. Ну какие там эти уловки. Вот если по чек-листу прошли, ничего... Чек-листов приехать, но денег нет, переведи копеечку. И он при этом американский генерал, который выходит на пенсию. Помните эти истории пару-тройку лет назад? Это как тест-драйв. То есть проверка. Прогнать его, да. Как служба безопасности. Прогнал он все. А потом просто прогнать. Ну если где-то не прошел по критерию, то все до свидания. Растем. Растем в суммах в количестве нулей. В Петербурге скоро будут судить похитителя миллиарда рублей из банка. Хорошая история. В марте мужик из восьми сейфовых ячеек одного из банков похитил деньги и драгоценности, общая сумма которых превысила один миллиард рублей. Если я не ошибаюсь, там точная сумма порядка миллиард шестьсот миллионов. Значит, ему понадобилось всего лишь три дня на то, чтобы провернуть всю схему. Получил он доступ к ячейкам с помощью специальных устройств, установленных в хранилище. Действовал он не один, а с подельниками, которые изготовили безымянную карту и универсальный ключ, видимо, от тех самых ячеек. Мужчину задержали через несколько дней в аэропорту Сочи. Сейчас его обвиняют в краже и скоро он предстанет перед судом. Вот это я понимаю, человек не мелочится. Крась так миллиард. Тут любопытно многое. Понимаете, ни одно СМИ не называет банк, в котором это все случилось. И я понимаю, как мне кажется, почему. Ну, потому что для банка это будут жесткие репутационные потери. И придут все и скажут, отдавайте все, что в наших ячейках. Если к вашим ячейкам можно универсальный ключ создать, то грош цена... К вашим ячейкам. Да, ну, правда, тут не грош, а миллиард с лишним. Конечно, вот товарищ поражает тоже. Говорят, что нет умных преступников. Но вот получил ты свой миллиард, поделил его с подельниками. И куда? Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу. Конечно же, в Сочи. Пойду прогуляюсь по набережной. Конечно же, Пурши. Нет бы уехать в какой-нибудь нефтьюганск и там затихориться. Есть какое-нибудь южноамериканское государство, где нет экстрадиции. Не, ну наликом-то не вывезешь, понимаешь? А хотя бы затихориться. О камнях еще как-то надо думать, биткоины, то, сё. Ну, короче, очень удивительный товарищ. Действительно, миллиард, казалось бы. Ну, деньги-то ого-го какие. Ну, уточним, что он делил их с подельниками. И я смутно подозреваю, о чем в публикациях нет. Что они его сдали. Нет, я подозреваю следующее. Смотрите, всего 8 ячеек. Так. На, как ты говоришь, миллиард 600 миллионов. Так. То есть по 200 лимонов в каждой ячейке. Значит, была наводка от сотрудников банка. Потому что вот так вот ткни в ячейку, а там на 200 миллионов. Ну, естественно. Не бывает такого. Ну, вот они поделились, наверное, в итоге. Нет? Возможно. Ну. Про следующего жулика, где фигурирует сумма 41 миллиард рублей, мы узнаем совсем скоро. А пока что послушаем небольшую рекламу на Большом Радио. Три в квадрате феерично завершает свой эфир. Только что я разлил целый стакан воды на нашем столе. Но это не помешает нам 6 минут провести в позитивной обстановке. Как и обещали. А давайте делать ставки. Дотечет до меня или нет? Не знаю, который не в вас целился. Это все, видимо, от волнения и большой радости. Как перестать смотреть на лужу, которая течет в сторону Петра. Так. Я же говорю, смотрите нашу видеотрансляцию ВКонтакте. Скучно не будет. Да, скучно точно не будет. Значит, обещали рассказать вам про еще одного жулика, экс-депутат Госдумы Собчук, который, собственно, обвиняется в незаконном ведении предпринимательской деятельности. И в легализации доходов, полученных преступным путем. Именно. И все это делал он на протяжении не одного десятка лет. В 2021 году скрылся в Арабских Эмиратах, объявлен международный розыск. И вот теперь государство получило его активы. 79 объектов имущества, а также другие активы на сумму более 41 миллиарда рублей. Ну, в принципе, неплохая схема. Жулика в стране нет. Он уехал где-то там по миру, скрывается. 41 миллиард рублей в пользу государства. Почему бы и нет? Не могу не подчеркнуть два момента. Понимаешь, это то, что удалось изъять. А поскольку он уехал в Арабские Эмираты, то, наверное, не на последние копейки он там уже два года обитает. Вот хотелось бы узнать, какой же ущерб он у него государству. Ибо он был владельцем предприятия, которое разрабатывало крупное месторождение золота в Приморье. При этом он в течение десятилетий был депутатом в Приморье. Даже возглавлял законодательное собрание. И в течение, не помню сейчас, одного или двух сроков он был, собственно, депутатом Государственной Думы. От какой бы вы думали партии? От какой? Ну, угадайте с трех раз. Неплохо было бы, знаете, что дополнять такие новости говорить, на что пошли вот эти вот деньги. Но они еще никуда не пошли, только изъяли. Ну, они же не целевые, просто в бюджет, куда идут все штрафы и все прочее. Ну вот, а надо сказать, смотрите, вот мы поработали, вот 41 миллиард, построили там 25 детских площадок. Ну, я имею в виду, ну, то есть, а то кажется, что они куда-то в карман опять кому-то улетели, если честно. Да нет, ну, за чего. Простроили 400 танков. Или 5 дач. Ну, например. В общем, друзья, такая у нас подборка махинаторов, великих и не очень. Вы сами сегодня завели эту тему. А можно было бы лучше в другую страну, чем в Сочи поехал? Слушай, нет, ну, такое информационное началось. Мы же зеркало, Таня. Жилка заиграла. Подождите, вот вы поймите, мы показали вот масштабную разницу. Если ты украл жалкий миллиард, то ты едешь в Сочи. А если ты украл столько, что после тебя еще не украденного осталось 41 миллиард, значит, ты в Арабские Эмираты поехал. То есть, вот, разный уровень людей. Да, а если 6 миллионов, то здесь даже никто не знает по имени. Ты просто северянка из печеньки. Что, напоследок дадим совет, ну, при желании, если сильно постараться, то можно заработать 720 долларов. Значит, рассказываю схему. Для этого нужно быть корейцем. Для этого, да, нужно получить корейское гражданство, уехать и поучаствовать в свиданиях вслепую. В город Пусан уехать. Да, уехать в город Пусан и записаться и поучаствовать в свиданиях вслепую. Это отчаянная мера, на которую решились власти, пытаясь бороться с рекордно низкими показателями рождаемости. Специальная статья бюджета на свидание вслепую. Если по итогам мероприятия парень и девушка начинают встречаться, такой паре подарят по 720 долларов на расходы для свиданий. Как доказать, что вы встречаетесь? А если все кончится созданием семьи, то в качестве свадебного подарка выделяют более 14 тысяч долларов. Но и это еще не все. 20 тысяч долларов могут дать бонусам, если моделлажены решат купить жилье. А в случае аренды в течение пяти лет пара сможет получать 500 долларов субсидии ежемесячно. Ну, как бы вроде и хорошо, но... Надо сказать, что 20 тысяч долларов при покупке жилья, надо уточнить, что жилье в Корее офигительно дорогое. И 20 тысяч долларов, это приятно. Ну, сколько это? 2 миллиона рублей? Это приятно, но не много. Ну, скоро и материнский капитал будет почти такой же, мне кажется. Так не в Пусане же. Вот, но тем не менее, порадуемся за корейцев и будем потихоньку завершать нашу программу. По погоде, коротко, примерно то же самое, что и сегодня. Ветер очень сильный, продолжаются у нас вот это вот атмосферные фронты, фронта, ходить туда-сюда ночью 7-12, днем до 19 по области. Тепленько. Да, ветер все тот же. Значит, бери дома не оставлять. Да, напоследок, что, ну, вначале, наверное, попрощаемся, сегодня с вами были Татьяна Юлусова. Хорошего вечера. Петр Болочев. Всего доброго. И Евгения Жукова за пультом. Меня зовут Дмитрий Рябов. Кстати, прямо сейчас и песню нам Евгения поставит, а песня у нас будет группы Оазис. Известнейший брит-поп-рок коллектив. И сегодня он объявил о своем возрождении спустя 15 лет. Так что все фанаты Оазиса трепещите. Как сказал сам Оазис, пушки замолкли, звезды сошлись. Великое ожидание кончилось. Приходите увидеть нас. Этого не покажут на телевидении. По телевидению. Деньги кончились, поэтому братья решили устроить маленький чёс по Великобритании и Ирландии. Да. Друзья, вы тоже приходите завтра. Этого тоже не покажут на телевидении. Трех в квадрате. Всем пока-пока и хорошего вечера.